Дорогие друзья, поздравляю тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса России с профессиональным праздником, с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Благодаря вашему созидательному труду, энергии, целеустремлённости сельское хозяйство прочно вошло в число наиболее успешных, динамичных отраслей национальной экономики. Стало одним из значимых факторов укрепления суверенитета страны. За прошедшие 10 лет производство аграрной продукции у нас увеличилось более чем на 30%, в пищевой индустрии рост более 40%. Сбор урожая зерновых в последние годы уверенно превышает 100 миллионов тонн. Это хорошая планка и показатели стабильности и устойчивости агропромышленного комплекса. Сегодня наши сельхозпроизводители надёжно обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия. Отечественная продукция за счёт своего качества пользуется высоким спросом как у нас в стране, так и за рубежом. Наглядное тому подтверждение – позиции России как одного из мировых лидеров продовольственных поставок. В этих достижениях, которыми все мы гордимся, огромный вклад многих людей, занятых в АПК, работников крупных и средних аграрных компаний, фермерских хозяйств и сельхозпроизводителей кооперативов, сотрудников пищевой и перерабатывающей индустрии, профильных научных и образовательных организаций. Низкий поклон за вашу любовь к родной земле, за профессионализм. Не сомневаюсь, что благодаря вашим усилиям, готовности к освоению передовых решений и технологий, эффективной поддержке государства АПК и впредь будет оставаться одним из флагманов нашей экономики. Особые слова предзнательности аграриям Запорожской и Херсонской областей, Донбасса, а также приграничных регионов – Курской, Белгородской, Брянской областей. Несмотря на все испытания, вы трудитесь с полной отдачей, выполняете свою работу на совесть. Такая преданность делу, мужество заслуживает самого глубокого уважения. В приоритетном порядке продолжим оказывать вам необходимую помощь. Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим всё, что было разрушено и повреждено. И, конечно, будем создавать условия для реализации богатейшего аграрного потенциала наших исторических территорий, воссоединившихся с Россией. В целом, среди ключевых задач, стоящих перед российским АПК, увеличение объёмов производства не менее чем на 25% к 2030 году, рост экспорта не менее чем в полтора раза. Подчеркну, это наша стратегическая цель, и, что принципиально, достигнута она должна быть за счёт укрепления технологических возможностей отрасли. Для этого надо шире внедрять отечественное оборудование и сельхозтехнику, развивать мелиорацию, селекцию и генетику, а также перспективные природоподобные технологии, которые позволяют сберечь и восполнить уникальное богатство наших пашин, сельхозугодий, экосистем, сохранить их для будущих поколений. С ростом технологичности сельского производства особое внимание предстоит уделить подготовке научно-педагогических кадров, молодых специалистов. Тем более, что с каждым годом на селе появляется всё больше возможностей для самореализации и построения карьеры для запуска собственного дела, для строительства дома, фермерской усадьбы и создания большой многодетной семьи. И в этой связи наш безусловный приоритет – развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей за счёт ремонта и строительства школ, детских садов, поликлиник, создания современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры. В целом, будем и дальше системно поддерживать отрасль, помогать агробизнесу, в том числе малому, расти, расширять производство, активнее выходить на внешние рынки. Ещё раз поздравляю вас и ваши семьи с праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.